Не нужно есть вредные вещи, нужно питаться словесным молоком, нужно вкушать, как благ Господь. И среди вредной пищи для нашего внутреннего человека, он называет, злоба, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие. То есть есть вещи, которые вредны для нас. Нам кажется, ну ладно, ну посмотрел, ну что-то там послушал, ну с кем-то там поговорил, ну ладно, что такого. Но когда это проникает в нас, это словно запускает некий процесс, который начинает помимо часто нашей воли внутри у нас работать. Почему я говорю, что вредно, опасно смотреть телевидение, всевозможные пропагандистские передачи? Это не просто так, ну я ради информации, я чтобы быть в курсе. Это заразные вещи. Они проникают в нас и начинают своими токсинами, ложью, передергиванием, обманом отравлять наше сердце. Вообще говорят, что слишком много смотреть новостей, ну вредно. Да, есть люди, просто перекормленные новостями, которые впадают в такую уже прострацию. Почему? Да отравлены они вот этими всевозможными. Конечно, нужно быть в курсе, но когда люди просто как маньяки, эти какие-то передачи, они вкушают, эти все всевозможные пропагандисты впихивают свои методички там внутри нас, психологически продуманные, просчитанные. Ты думаешь, ты просто так сидишь смотришь. Там все продумано, чтобы отравить тебя, отравить твоего внутреннего человека. И не только, конечно, вот эти странные всевозможные пропагандистские передачи. Есть всевозможные шоу, где творится что-то невообразимое. Я впервые, по-моему, такое шоу видел, когда у Нагиева была передача, раньше «Окна» назывались. Вот я впервые видел, когда там собираются люди и начинают орать друг друга. Какие-то семьи, муж с женой друг друга разоблачать там, всякие измены, кричать, хватать друг друга за волосы. Я потом узнал, что, конечно, это в основном актеры все были, да, и придуманные сюжеты. Но в итоге вот то, что началось, оно стало развиваться. И потом пошло эти все передачи Малахова. И кажется, Виктор, ну что такое? Ну там просто какие-то люди. Да не просто какие-то люди. Вы понимаете, вам в мозги пытаются внушить, что вот такая атмосфера внутри семьи. Вот такая атмосфера, когда непонятно, чьи дети, от кого дети. Когда собираются родственники, там прямо в студии перед телекамерами начинают орать друг на друга, материться друг на друга. Там, конечно, запикивается. Но это все происходит. Хватать друг друга, бить друг друга, таскать друг друга за волосы. Нам это как бы преподносятся, чтобы, ну вот, как бы. И постепенно вот это ненормальное становится как бы уже нормальным, да. И мы смотрим, и ты думаешь, ну ничего, то что я со своей манькой дерусь. Так это все дерутся. На телевидении дерутся. Мне сам Бог велел тут. И вот эта вот ненормальность, она как ядовитая еда для нашего человека. Люди сидят уже, а это все хочется лучше и лучше. Там все эти передачи, там, беременна в 16, беременна в 15, беременна в 14. Неинтересно, беременна в 12, вот тебя есть. И мы смотрим на эти ужасные вещи, ужасные передачи, когда к нам эту ненорму пытаются преподнести как норму. Эти ненормальные вещи пытаются нам внушить. И отравляют нас. Ты думаешь, Виктор, ну это отдельно, это отдельно, пока ты не видишь. Но когда только ты начинаешь смотреть, когда это проникает внутрь тебя, это начинает тебя отравлять. Помните историю, когда Елисей пришел в Галгал, а там был голод. И тогда Елисей решил сделать похлебку, накормить людей Божьих там накормить решил, сынов пророческих. И стали варить похлебку, и один из сынов пророческих пошел, увидел дикое растение, набрал с него плодов, и потом накрошил и бросил в эту похлебку. И когда они начали есть, то закричали, смерть в котле, смерть в котле. Очень интересно, что это сделал не кто-нибудь, а один из сынов пророческих. Потому что ядовитые вещи не только там где-то в телевизоре, в Кашвикторе, а все время в церкви. Вы что думаете, в церквах не бывают ядовитых проповедей? Да полным-полно. Рассказы о каких-то псевдо-чудесах, рассказы о каких-то встречах с ангелами, там всевозможные истории, которые просто вот внушаются. Какие-то бывшие сатанисты, которые пытаются, там, они знают, что церковь падка на эти истории, там, я бывший сатанист, я вам сейчас расскажу, го-о-о-о. И мы все люди сидят, вот это да, вот это да, это полнейшая ерунда, полнейшая ложь. А истории о людях, которые 400 лет уже на земле живут, там проповедник сам не знает, но он знает того, кто знает. И такие проповеди набирают больше всего просмотров. Ну что-то тут слушать там. Все, что в Библии написано, а вот про человека, который 400 с лишним лет живет, вот это интересно. А вот эти вот всевозможные чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, вот это интересно. И это все скармливается, скармливается. В итоге церковь питается ядовитой пищей, живет в каких-то странных иллюзиях. И когда начинаешь говорить о реальности познания Бога, о том, что это реально, все смотрят на тебя, ну так это само собой, мы сколько об этом наслушались. Да сказки все это, сказки. И регулярно вот эти псевдо-чудесные служения лопаются и лопаются и лопаются со своими рассказами, со своими сказками. Но вы знаете что? Люди ищут в себя новых сказочников. Люди ищут новые истории. Это ж так интересно. Вот эти все вещи. Так интересно все знать. Так интересно все муссировать. Вот эти все демонологические истории. Вот это нельзя, как написано у апостола. Это не бери, к этому не прикасайся, это вот опасно, это соль там посыпана, это или там цыганка нагадала. О-о-о-о. Дорогие, вы поймите, не через какие эти амулеты, откуда бы они не были привезены, хоть с самой Африки. Никакие эти обряды, никакого проклятия в вашу жизнь не приносят. Проклятие в жизнь приносят, когда мы неправильно питаемся вот этой ложью. Когда люди совершенно нормальные, совершенно на вид здоровые, напитались телевизором. И реально, как эти муравьи-зомби делают совершенно безумные вещи. Вот как это действует, проклятие. А не то, что там мне кто-то солью насыпал, наговорил. Знаете, у нас в семье есть история, все знают. У меня папа, когда был молодым, однажды его цыганка остановила, и ему сказала, что он умрет там в 60 лет. Но мой папа, слава Богу, был мудрый человек. Он просто над этим посмеялся. Сейчас моему папе 78 лет. Слава Господу, живой. Скажи, наверное, вы молились, освобождали его от проклятия слов цыганки. Не молились. Просто посмеялись. А вот когда люди во всякую чушь начинают верить, вот тогда уже это проникает внутрь их. Вот тогда уже это начинает их питать. И по вере вашей получаешь. Поэтому, дорогие, не бойтесь. Если бы вы знали, сколько людей мной были недовольны, сколько людей меня проклинали, сколько людей нашу церковь проклинали, но Библия четко говорит, воробей спорхнет, ласочка улетит. Так незаслуженное проклятие не сбудется. Мы когда только церковь начали, вот мы в 91 году осенью поженились с Дианой, и началось наше служение. И нам там один такой брат верующий сказал, это все у вас неправильно. У вас недолго будет. И семья ваша быстро закончится, и церковь быстро закончится. Вот уже 32 года прошло этой осенью. Слава Господу, ничего быстрого не закончилось. Ты скажешь, наверное, Виктор, вы связывали эти слова. Не связывали мы эти слова. Мы просто посмеялись над ним с Дианой, и все. И все. Потому что не через какие-то амулеты, страшные наговоры, колдуны, проклятия, да не действует ничего. Сколько уже фильмов, там Борис Соболев снимал передачи, помните, «Идущие к черту», где он показал, что все эти битвы экстрасенсов, это просто подстроенные спектакли. Сплошные мошенники там находятся. Они как там думают некоторые. А вот когда мы начинаем питаться вот этой ложью, обманом, когда мы регулярно смотрим передачи, где сплошное злословие, где сплошная ругань, где поносят друг друга, где непонятно от кого дети. Вот когда мы регулярно вечерами проводим, время за просмотром подобного, вот тогда проклятие приходит. Тогда ты как муравей в зомби, безумные вещи начинаешь творить. При этом можешь быть образованным человеком, нормальным человеком, даже успешным человеком. Но словно тобой начинают руководить другие, другая сила, сила тьмы, потому что все это вредное питание. И поэтому, дорогие, не нужно... Мы часто отвлекаем внимание, и мы не с теми врагами боремся. Мы не на то внимание обращаем. Играем в какие-то сказки, в какие-то там духовная борьба, духовная война у нас там... Происходит. И при этом регулярно смотрим всевозможную чушь, злоречие, глупости, пропагандистскую ложь всевозможную. Все эти духовные чипсы и бесовские кока-колы. Ну и что? Травимся, конечно же. Это вредно.